Горы доходаевского района на самом деле здесь очень-очень жарко спасает только горный Вы серьёзно? Давай уходи отсюда Всем привет, я Шамиль Махмудов, это программа Дагестан туристической и мы в Доходаевском районе Помогать мне или мешать снимать эту программу будут мои коллеги Севрина Шамхалова и Хадижат Мазгарова Они у нас девочки в отпуске, у них много свободного времени, поэтому я их взял с собой Ну что девочки, готовы к настоящим сельским приключениям? Да! Отлично, пошли доить коров, они уже ждут Коров? Я не умею доить коров Ну конечно же девочки не будут доить коров, по крайней мере в этом выпуске передачи Вместо этого мы начнём свой путь с Калакарейши, дорога до него из Махачковы займёт чуть более трёх часов Раньше было и того больше, но в районе проложили новый путь, который сэкономит туристу около часа ожидания Здесь, у подножья горы, на которой расположилась древняя крепость, мы созвонились с местным гидом Магомедом Как оказалось, он уже нас ждёт Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, здравствуйте Меня зовут Шамиль, это мои спутницы, Северина и Хадижат Меня зовут Магомед, я вас проведу сегодня по Калакарейшу Центр распространения ислама по всему Дагестану, основанный в 9 веке, являющийся уникальным историческим объектом Республики Дагестан Показывайте! Пойдёмте! В телефонном разговоре Магомед упомянул, рассказывать о Калакарейшей Кубачи он может не останавливаясь 3 дня Сначала я усмехнулся, но после личной встречи насторожился Уже обменявшись парой фраз стало ясно, гид наш не валифует Пришлось объяснять, передача, мол, не резиновая, надо укладываться в хронометраж В ответ Магомед обещал включить ускоренный курс Итак, Калакарейши, что это вообще такое? Что здесь было до этого поселения? И для чего люди сюда пришли на этот пик горы и построили его здесь? В 9 веке, когда Абу Муслим прибыл в Дербент и хотел насаждать ислам по всему Дагестану Здесь был основан населённый пункт Калакарейш, где был наместником поставлен Чупан И он уже отсюда начинает распространять ислам по всему Дагестану Для того, чтобы распространять, он в первую очередь строил вот эту знаменитую джума мечеть Удивительный архитектурный объект, который является одним из самых древних мечетей в Дагестане Более тысячи лет назад здесь начал распространяться ислам по территории народов Дагестана Тем не менее, первую мечеть построили не здесь, а в Дербенте Это же в ауле Калакарейш, вторая мечеть Дагестана Друзья, вы просто не представляете, у меня мурашки по коже Мы находимся в одной из первых мечетей Дагестана Здесь, на этих коврах, наверное, не на этих коврах, а на тех, которые были до них Здесь проводились первые поклонения Всевышнему Да, эта мечеть отреставрированная, да, она была разрушена после того, как в 1944 году отсюда уехали люди Но вот эти колонны, посмотрите, эти колонны, первые, одни из первых, которые привезли в Дагестан Которые сделали здесь для поклонения Всевышнему Удивительное место, просто удивительное Сейчас рассказывают, что люди до сих пор приезжают сюда, в эту мечеть Совершать паломничество и надеяться на какие-то изменения в своей жизни То есть были случаи, когда семьи, у которых давно не было детей, не получается у них завести Они приезжают сюда, в эту мечеть, поклоняются Всевышнему, молятся, чтобы у них наконец-то появился ребенок в семье И он появлялся Свою крепость Курейшиты строили в очень удобном, с военной точки зрения, месте С самого пика горы открывался отличный круговой обзор И застать врасплох жителей села не было никакой возможности Об этом даже есть отдельная легенда Вообще, Курейшиты, жители села Кавакарейш, они очень враждовали кубачинцами Чего всего находятся вот за этими горами И очень интересная история была, наверное, тоже фольклор Но послушать ее стоит Между этими двумя селами была договоренность Если кубачинцы смогут принести большой пирог к стенам мечети Кавакарейши То Курейшиты три дня должны устраивать пир для кубачинцев То есть кормить и поить их А так как дорога была всего только одна по склону этой реки, которая очень хорошо просматривалась с крепости Сделать это было практически невозможно Насколько я знаю, история не насчитывает ни одного такого случая Вообще, история Курейшитов насчитывает множество легенд о противостоянии с кубачинцами И если одни из истории передаются из уст в уста, то другим есть настоящее подтверждение у стен древней крепости Одно из таких интересных мест является вот эта могила Являющаяся местом захоронения девушки, собаки и лошади Которая, как гуси спасли Рим, спасла Курейшитов от нападения кубачинца Слушайте, очень интересное сочетание для могилы девушка, лошадь и собака Как они попали все вместе сюда? Здесь получается, когда в пятницу, во время пятничной молитвы, когда все Курейшиты находились в мечети Девушка, лошадь и собака находились на окраине села Заметив продвижение кубачинца в сторону Курейшитов, Калакуреша Они подняли тревогу и оказались на пути нападения И в результате получилось, что они были убиты, а Курейшиты, узнав о нападении, смогли отрастить нападение кубачинца в этот период То есть у нас здесь, на территории Дагестана, в Дахадаевском районе, есть место, которое мы можем сравнить с Древним Римом, Великим Древним Римом? Да, она фактически, да, которая спасла, своеобразно спасла Курейшитов от нападения этого периода Да, здесь поговорка, гуси спасли Рим, теперь у нас в Дагестане есть своя поговорка, запомните ее, пожалуйста, и применяйте Калакуреш, еще один аук-призрак на карте Дагестана Если Гамсутль может похвастаться своим пейзажами, то здесь, на первом плане, история не только этих мест, но и всего Дагестана Калакуреш Итак, кубачи-аул тысячи домов, его называют Дагестанской Швейцарией, и это далеко не из-за этого пейзажа и не из-за этих гор Кубачи издревний обходился без всех военных сражений Все воины, все битвы обходили стороной здесь, в этих домах, в этом селе, соседние районы, соседние ханства, соседние правители, сел хранили свою казну, свои сбережения Брянь, небольшую-небольшую плату Только из-за этого этот аук смог избежать всех военных событий и остался в том первозданном виде, в каком устроился Аул Кубачи будто ассоциируется с красотой, узорами чеканки и звоном украшений на идущей по узкой улочке горянки Их кольца и браслеты носят прекрасный пол по всему миру, украшенное имя оружие дарят президентам государств и просто почетным гостям Свое название аул получил от турков как раз таки благодаря оружию, дословно оно переводится как оружейники До этого село называли Укбук, что можно перевести менее доброжелательно, губители людей Сейчас от этого названия ничего не осталось, люди никого не губят, наоборот, делают мир вокруг еще красивее На это приезжают посмотреть люди со всех уголков страны Друзья, у нас тут приехали туристы, давайте пойдемте познакомимся, откуда они приехали, какие-нибудь впечатления Здравствуйте! Здравствуйте! Я извиняюсь, если я вас отрываю от фотографий Шамиль Махмудов, Дагестан туристический Вы у нас приехали из Удмуртии Достаточно далеко Как вы узнали в Удмуртии о Кубачи? Муж расскажет Через интернет Интересно бывать в другой республике нашей страны Прежде чем поехать, не поняла бы изучить Сейчас же интернет есть, наиболее значимые места интересные И вот Кубачи тоже как село древнее А чем захватило у вас? Горы в пейзаже Ну, во-первых, это горы, во-вторых, тут резиба по металлу, в частности, по серебру очень развита И посмотрели, интересно стало и решили поехать сюда Какие впечатления остались? Только положительные Эти самые тысячи домов, о которых я говорил, выглядят как монолитная конструкция Каждый дом вплотную стоит к другому дому Вместо улиц узкие проходы и туннели Так было удобно защищать город от нападений, которых и не было толком Люди старались жить ближе к центру села, потому что живущим на окраине первым пришлось бы отражать атаки врага Поэтому площадь на строительство дома определял совет старейшин Живешь один, вот тебе небольшой участок, строй дом Обзавелся семьей и детьми, прими участок побольше То есть, получается, богатый человек и бедный человек могли построить дома близко друг к другу Ну, богатый человек, но у него же есть состояние Конечно, он хочет показать свое богатство Все те возможности, которые у него есть Отличить богатого человека от бедного можно было по стенам Посмотрите, вот вам разница Стена бедного человека Стена богатого человека Чувствуете разницу? Я чувствую В Кубачи рассказывают, именно их мастера много веков назад изготавливали шлем Александра Македонского Другие говорят, здесь был выкован щит Александра Невского Миф это или правда, сейчас уже не разберешь, однако верится в это с лихвой Что же еще нам расскажут местные жители? Я предлагаю нам поговорить с местными жителями, настоящими кубачинцами Надеюсь, это они Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Шамиль, Иргалака Дагестан По совместительству турист Приехал вам в Кубачи Расскажите, пожалуйста, что за село такое Кубачи? Какие люди здесь живут? Хе-хе-хе-хе Очень хорошие люди живут Очень хорошие люди живут А что посмотреть у вас здесь можно сюда? Вот мне, как туристу, куда пойти надо обязательно? Ну, вообще достопримечательность сейчас у нас восстановили башню А тут эта большая башня? Да, большая башня находится Потом, ну, в принципе, по старой части селения Сепарати Оно и так очень старое и древнее, там и старые мечети Туристы вообще приезжают часто? Приезжают, почти каждый день приезжают Приезжают Каждый день, да? Приезжают А у вас магазинчики, я правильно понимаю? А у вас здесь, как в Кубачи, есть нам Кубачи Можно кубачинские изделия купить? Или это отдельный магазин? Нет, это хозяйство Это хозяйство А я думал, может кубачи даже в хозмаге продаются Украшения какие-то? В кубачах есть свои Как в музейной комнате Если кубачинцы себя мало чем выдают То кубачинок можно разглядеть издалека Белая ткань с орнаментом украшает головы местных представительниц прекрасного пола По сути это шарф, но здесь его называют платком А если точнее, казом Есть вариант каза без бахромы и яркого узора Но это только на случай траура Извиняюсь, вот я по селу, мы снимаем передачу, я по вашему селу хожу У вас у всех платки интересные такие А что за платки, можете сказать, кто их носит? Это обычай какой-то у вас? Это каза Их называют казой Носят взрослое население, женщины Но были времена, когда носили еще молодежь тоже Сейчас в основном молодежь не носит Ходят как в обычных городах, селах А так на свадьбах и так далее Молодые тоже надевают эти казы и выходят танцевать То есть это национальный ваш часть наряд? Это национальный, да Чисто кубачинский наряд Местные жители посоветовали подняться на самый верх Кубачи Тут есть площадка, откуда хорошо просматривается село Излюбленное место для отдыха кубачинцев Отсюда открывается вид еще на одно знаковое место Дахадаевского района В Дахадаевском районе есть еще одно место достойное упоминания Аул Амузги Аул призрак, прославившийся своим оружием Идти отсюда, от села Кубачи, до него, наверное, минут сорок Ну, может, максимум в час Я бы мог бы сказать, что мы не пошли туда, потому что у нас не было времени Ну или на самом деле мог бы сказать правду, потому что я устал Но скажу, что мы придем туда обязательно в следующий раз, когда приедем в Дахадаевский район Запомните, скоро мы здесь будем, скоро мы пойдем туда Давай, поехали А пока, думаю, достаточно Поехали домой Сегодня мы побывали в эпицентре распространения ислама в Дагестане Проводили параллели с Древним Римом и пытались купить кубачинские украшения в обычном хузмаке Мне наше приключение понравилось Осталось спросить у моих спутниц Ну что, девочки, понравилось вам наше сегодняшнее приключение? Конечно, мне очень понравилось, у меня море впечатлений Я теперь всем своим знакомым буду обязательно рекомендовать посетить Дахадаевский район А мне жаль Что тебе жаль? Почему? Жаль, что у нас был только один день на то, чтобы увидеть все красоты Дахадаевского района Пока Хадя не решила остаться, я предлагаю нам уехать отсюда Это был Дагестан туристический с Шамиль Махмудов, Хаджат Мазгарова, Севрина Шамхава Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон